всем привет сегодня 17 декабря и я буду сеять дихондру дихондра silver falls значит это профессиональные семена здесь 5 семян и все 5 я сегодня буду сеять почему так рано в декабре и сразу же отвечу вам на этот вопрос и и задам еще один вопрос чем славится дихондра дихонтра славится своими красивыми длинными свисающими плетями в кашпо для того чтобы нарастить вот такие длинные плети ее нужно посеять сравнительно раньше чем другие цветы потому что это бы долго растущие растения и чтобы к лету получить уже шикарной композиции в кашпо из листьев дихондры и добавить еще какие-нибудь цветы значит ее нужно посадить намного раньше чем другие цветы набрала грунт грунт у меня универсальный я всегда для всех своих семян для посева семян пользуюсь универсальным грунт грунтом он рыхлый воздухопроницаемый добавлены в него микроэлементы которые нужно будут на первое время для маленьких растишек пользуюсь всегда магазинным универсальным грунтом проливаю грунт для посева кипятком прошлом году я тоже так сеяла все свои цветы и мне понравился во первых кипяток обеззараживает грунт нагревает его и семенам легче прорасти ем пока грунт немножко остынет 10-15 минут попробуйте вот так не горячий значит можно сеять сейчас еще грунт горячеватый семена рекомендуют замачивать перед посевом на сутки ну я этого делать не буду я просто посею такие семена какие есть без замачивания без ничего грунт уже достаточно остыл вот такие гранулки и выкладываю пока по одной гранулки на почву когда будет пикировка я соединю в одном кашпо два растения другом три в общем буду смотреть сколько взойдет а пока выкладываю вот так на почву такие гранулки большие даже можно взять и и руками немножко придавливаю прикрывать я грунтом их не буду вот так придавила пальцем в почву и сверху сбрызгиваю обычной водичкой комнатной температуры для того чтобы растворить гранулы накрываю крышечкой и ставлю в теплое место для прорастания всходов температура должна быть до 25 градусов как только всходы появятся сразу же до сниму видео и покажу на какой день появились сходы какие всходы как они будут развиваться прошло два дня после посева смотрите как набухли семена три я уже немножечко присыпала грунтом вот они 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 огромные стали и по всей видимости их лучше после того как посеять немножко присыпать грунтом сейчас я хочу немножечко вот так прикрыть землей потому что они лежат как крупные горошины лучше наверное немножко слоем примерно 0 5 сантиметров после того как посеяли присыпать ну и опять же прикрываю крышечкой и стоит в теплом месте на подоконнике прошло четыре дня от посева дихондры и хочу вам показать что произошло с моими семенами одно семя взошло очень хорошо но у него нет силы снять было покрыто семя я уже что не пыталась делать уже как как нет и сбрызгивала и отдирала зубочисткой не могу в общем надеюсь на то что растение наберет силы и сама сбросит эту оболочку и вот так набухают остальные семена потихоньку сходят села я пять семян и жду что все пять взойдут очень дружно ребята показываю вам всходы села я 5 семян дихондры взошло только 4 одно вот это первое взошло на пятый день она была самая бы и 3 взошло на 8 день но почему-то они взошли все как космонавты с такими шишечками это скорее всего не растворили не растворилась оболочка в которой были помещены семена и эта оболочка очень тяжело снимается я ее я ее не могу вообще снять вот такой росточек оболочка еще не снято но листочки выпускает нужно в любом случае снять потому что листья идут не вверх а уже они скручиваются под тяжестью оболочки они скручиваются поэтому сейчас я не знаю как я это буду делать но попытаюсь снимать вместе с вами они у меня стоят еще под крышечкой крышечку не снимаю только для того чтобы помочь им чтобы не было пересыхания грунта грунт чтобы был влажный и чтобы помочь им самим снять вот эту оболочку вот видите что делается вообще вообще ну совсем ну никак нет ничего не получается сейчас возьму попробую взять а вот это вот где листики растение уже само помогает мне вот смотрите какие мощные оболочки бедненькие как они пробили ее только и она до сих пор вот эта оболочка до сих пор даже не растворилась вот смотрите сейчас я ее так немножечко покатала по столу она даже она не даже не растворилась ну как бы сильно мощные сильно мощная оболочка но это уже растение пойдет это уже раз снята оболочка она пойдет вверх а вот эти вот нужно нужно как-то что-то им сделать сейчас возьму пинцет и попробую пинцетиком сейчас еще вот так вот между листиками тут тоже листики мне вырву вырву растения ребята пинцета не нашла уже муж себе его приспособил где-то в гараж в общем получилось у меня снять еще вот этот росточек но эти уже с листиками они сами себе они сами помогают мне снять оболочку потому что уже пошли листики общем смотрите что я делаю вот так на растение придавливаю с одной стороны оболочку с другой стороны зубочистку придавливаю и как бы раздавливаю оболочку вот смотрите 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 какая какая жесткая твердая оболочка и сейчас еще на четвертом попробую снять точно также так пальцем придавить а с другой стороны зубочисткой не хочется что и травмировать о есть пошло пошло вот сняла смотрите какая-то просто кошмар горошина так все четыре сняла сейчас я уже будет попросторнее сейчас они тронутся в рост прикрывать я их уже крышечку я уже сниму чтобы расправлялись листики чтобы растение дышала как только расправятся листики семиадольные вот эти листики расправиться хорошо я их пролью кольцевой селитрой я делаю всегда так на всех растениях для того чтобы укрепить и в само растение сами ткани растения ну а позже буду проливать универсальным удобрением потом монофосфатом калия плюс хилат железо для того чтобы хорошо нарастала корневая система ну а сейчас ставлю под подсветку подсветка у меня уже в доме раньше стояла на веранде где температура была до 18 градусов тепла сейчас там очень похолодало у нас морозы и в веранде у меня меньше 10 градусов тепла поэтому стеллаж перенесен в дом где температура до 20 градусов бывает 19 бывает 20 бывает 21 22 но тем не менее растения у меня там стоят в тепле и под подсветкой подсветку включают не сейчас пасмурный без солнышка поэтому приходится включать рано утром и до 6 вечера у меня горит подсветка на этом видео заканчиваю всем кто оставался со мной всем спасибо за просмотр всем пока